Это итоговый выпуск в студии Анастасии Дороган и в ближайшие полчаса о главных событиях недели. На этой неделе началось то, чего одни жители краевого столицы так боялись, а другие еще не представляют всю серьезность ситуации. Ремонт моста на новом рынке на первом этапе. С 11 мая для проезда закрыли четную полосу проспекта Ленина в районе моста для строительства разворотного трамвайного кольца. В то утро начались хаосы неразбериха. Именно так выглядел район нового рынка. Наша съемочная группа побывала на месте и убедилась, что далеко не все жители города были готовы к изменениям. И ведь это только начало. Продолжит Ирина Корчагина. Строить разворотное кольцо на новом рынке начали еще вчера, 10 мая. Выходной день, чтобы водители смогли адаптироваться к новой схеме движения. Поэтому именно сегодня, в первый рабочий день, жители Барнаула смогли почувствовать всю серьезность этого мероприятия. С самого утра город стоит в семибальных пробках, особенно в районе нового рынка. На пересечении улицы Пионеров и проспекта Калинина уже произошло первое ДТП. Сложности возникают не только у водителей, но и у тех, кто передвигается на своих двух. Выбегают от растерянности прямо на дорогу. Привычный пешеходный переход на новом рынке перекрыт. Временная зебра появилась в нескольких метрах от прежнего перехода. Установлены знаки, стрелки, но пока новая схема путает прохожих. Пока дубль здесь спасает. Ну, не заблудилась, прошла там. Нет, все нормально. Никаких стрессов. Как вы думаете, людям сложно будет разобраться? Да ну, пойди разберутся, что ж. Особенно молодежь на работу едут, а старички так. Ну, пойди, дети им разъяснят. Куда больше проблем теперь у водителей. По четной стороне Ленинского проспекта в сторону космонавтов движение сейчас перекрыто. В районе нового рынка водителям теперь можно уходить только на улицу Пионеров. Уже сегодня автобусное сообщение у нас осуществляет движение через проспект Калинина, дальше по улице Аносова, а в обратном направлении по привычным маршрутам. Соответственно, когда мы построим кольцо и закроем путепровод полностью, то движение автобусное уже будет осуществляться в том числе и в обратном направлении, через улицу Аносова и проспект Калинина. Ориентировочно 25 мая мост полностью перекроют. В эти же дни начнется строительство второго разворотного кольца у дома быта. Напомним, кольца обустраивают для того, чтобы сохранить трамвайное движение в период закрытия моста. С 20 числа будет закрыто полностью движение трамваев. После 23 числа произведена будет асфальтировка полотна и откроется движение по кольцу. Пересадочный талон будет действовать пассажир, который едет на трамвае до дома пионеров. Значит, здесь выходит на остановки, переходит через пешеходный переход, который будет организован. И садится на любой вид городского электрического транспорта у дома быта и может двигаться в любом направлении. То есть уже 23 мая пассажиры будут получать пересадочный талон, который действует полтора часа. Кстати, далеко не в каждом автобусе сегодня размещена информация о новой схеме проезда. На это жалуются в соцсетях. Хотя, как нам сообщили в мэрии, с перевозчиками проводилась работа. Во многом ситуацию сейчас спасают сотрудники ГИБДД, которые дежурят на самых болезненных точках Ленина-Пионеров и Калинина-Пионеров. Сейчас нашими специалистами совместно с сотрудниками ГИБДД мы на основных точках ключевых специалистов стоят, смотрят. В связи с изменением трафика движения будем корректировать работу светофорных объектов. Первое время будут работать экипажи ДПС. В случае именно возникновения заторов ситуации они уже прибегают к регулированию движения. Сотрудники ГИБДД также будут следить за нарушителями, которые заезжают на выделенную полосу для общественного транспорта. Такая полоса появилась от улицы Партизанской до площади Октября, а также от проспекта Калинина до улицы Цеховой. В июле нарушения также будут фиксировать камеры. Как уже сообщалось ранее, в целом новая схема движения ориентирована на то, чтобы горожане пересаживались на общественный транспорт. Ведь в среднем владельцы авто в час пик будут добираться на работу на час дольше. Вероятно, скоро у жителей Барнаула произойдет стадия принятия. Ведь ремонт путепровода, который находится в аварийном состоянии, откладывать было уже нельзя. Добавим, что город вернется к привычной схеме движения на новом рынке только осенью 2023 года, когда ремонт будет завершен. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. К концу недели на новом рынке уже появились рельсы на первом разворотном кольце. Его цена 10 миллионов рублей. О такой смете сообщил Горэлектротранс администрации Барнаула. Сейчас рабочие укладывают рельсы и шпалы, ставят опоры контактной сети. В планах запустить движение трамваев после 20 мая. А следующее событие касается уже жизни политической. На этой неделе свои посты покинули сразу пять губернаторов российских регионов. К слову, ротации глав ждали еще в конце февраля, но сроки сдвинулись из-за начала специальной военной операции. Пока неизвестно, будут ли губернаторов назначать или выбирать на сентябрьских выборах, но ротация пройдет даже в большем числе регионов, чем планировалось. По мнению политолога Константина Лукина, в течение ближайших 10 дней добровольно сложат полномочия еще от одного до трех руководителей регионов. По губернаторским кампаниям этот год один из самых больших. У нас 16 губернаторских выборов в России. И на данный момент из них только 8, означенные в РИО. Еще есть вопросы по части тех губернаторов, которые отсидели те же два срока, от которых у населения есть усталость, и на выборы им, наверное, нет смысла выходить. Второе – это невозможность, например, губернаторов собрать региональные элиты в один кулак и отмобилизовать их на какие-то экономические свершения. И третье – это невыполнение КПА, поставленный Москвой. Губернатор нашего края свой первый срок еще не отработал, и его результаты, по мнению Лукина, оценят скорее в следующем году. А пока у Томенко по-прежнему есть кредит доверия от населения, региональные элиты, задачи Москвы выполняются. К следующему году будет учитываться и то, как регионы смогли адаптироваться и мобилизовать свою работу, в том числе в сфере импортозамещения в условиях западных санкций. Как перестроились новые реальности, как смогли удержаться и выплыть. При том, что здесь географические особенности Алтайского края и упор на сельское хозяйство, которое лежит в основе импорта, замещение дает все карты Виктору Петровичу. В Алтайском крае во время майских праздников произошло больше тысячи пожаров. Не обошлось без трагедии. В Первомайском районе на даче погиб ребенок. Серьезно пострадала флора и фауна. За эти две недели в регионе погибли тысячи животных и насекомых. И бесследно для природы это не проходит. Об этом в материале Ирины Корчагиной. Привычная картина последних недель. Пожары, дым и густой смог над городом. Сегодня в Барнауле уровень загрязнения воздуха пылью, сажей и дымом более чем в три раза превышал рекомендации ВОЗ. К слову, в соседнем Красноярске превышение вообще в 26 раз. Алтайский край горит уже месяц. С 12 апреля в регионе начался пожароопасный сезон. На данный момент уже пятый класс опасности. Не обошлось без трагедии. В Первомайском районе в результате пожара на даче погиб ребенок. С 12 числа начала пожароопасного сезона у нас все дни только с высокой пожарной опасностью и чрезвычайной. То есть у нас не было дней, чтобы у нас прошли нормальные осадки какие-то. Только за майские праздники в крае произошло более тысячи пожаров. Основная причина – пал травы. То есть в 99% всех пожаров виноват человек. Ну вот считайте ветер 20 метров в секунду, метров 15 секунды по траве он пойдет по сухой. Горение сухой травы и сухостоя – это довольно серьезный пожар, который самому практически невозможно ликвидировать. В результате таких пожаров есть случаи, примеры на территории России, когда сгорают целые деревни. Кстати, дачники-неудачники, которые поджигают траву, а вместе с ней и свои домики, возможно даже не догадываются, что пал сухостоя – занятие нецелесообразное. В почве есть органическое вещество, которое называется гумус. И вот этот гумус, он при высоких температурах, он выгорает. Зола останется, но зола – это у нас что? Это фосфор и калий. А то, что касается азота, то, что нужно для растения, для активного роста, оно, собственно говоря, улетает. А еще страдает природа, в которой все взаимосвязано. В пожаре гибнут насекомые, в том числе опылители. А ведь даже убитый огнем какой-нибудь почвенный клещ – элементы экосистемы. Погибают и мелкие животные, например, ежи. Они не успевают убежать от огня и сгорают заживо. Эта фотография красочно говорит о силе материнского инстинкта. Утка сгорела, но не бросила гнездо с яйцами. На одном метре квадратных, мелких совершенно насекомых, которых мы даже не знаем, обитает десятки тысяч. Плотность уменьшается. Вот этих животных, они же безвозвратно погибают. И, конечно, гибнут деревья, кустарники, сгорают семена. По данным Министерства природы Алтайского края, за майские произошло более 60 лесных пожаров. Общей площадью более 2,5 тысяч гектаров. Сейчас в регионе проводят лесовосстановительные мероприятия. Их главная цель – возместить площади вырубленных и сгоревших насаждений на уровне 100%. Запланировано у нас ежегодно 7,2 тысячи гектар. Это у нас всего мероприятие по лесовосстановлению. В том числе посадка лесных культур на площади 3,5 тысячи гектаров. Ну, человек сажает сосну, вот, ну, я не знаю, трех-четырехлетнюю. Ну, это очень маленькая сосна, ну, вот, ну, где-то вот такая. Ну, вот представьте себе, а дерево должно вырасти, ну, хотя бы до 60 лет. То есть вот она примерно, вот, 60-летняя сосна примерно 20-25 метров. И 60 лет только должно пройти всего лишь. То есть жизнь человеческая пройдет, и только тогда следующее поколение увидит лес. Средняя продолжительность пожароопасного сезона в Алтайском крае – 205 дней. А значит, у ежей, ящериц и червей будут большие проблемы из-за людей, которые не умеют пользоваться огнем. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов, Андрей Печоркин. День с толком. О чем еще нужно помнить, чтобы не допустить пожара, и как мы, люди, можем загладить свою вину перед природой, об этом специалист расскажет подробнее. В этом году пожароопасный сезон начался раньше. Снегозапасов было мало, теплая погода наступила раньше. Поэтому с 12 апреля начался уже пожароопасный сезон. В соответствии, осложнилась оперативная обстановка с пожарами. На майских праздниках довольно напряженная была обстановка. И сейчас она продолжается. Для примера, что за прошедший период мая у нас уже зарегистрировано порядка больше, чем 1100 пожаров, и больше 700 из них – это возгорание сухой травяной растительности. Дело в том, что люди выезжают на отдых, охотники, рыболовы разводят костры и, соответственно, не следят за этим, бросают, что вызывает возгорание сухой растительности, ну, и угрозу, как дачный поселок, как населенный пункт. Горение сухой травы и сухостоя – это довольно серьезный пожар, который самому практически невозможно ликвидировать. В результате таких пожаров есть случаи, примеры на территории России, когда сгорают целые деревни, дачные домики. Ну вот посмотрите, у нас в почву попадает, вот человек чаще всего вносит так называемые минеральные удобрения или вносит ее на органику. Ну, органика там в виде навоза, перегноя и так далее. Но в почве есть органическое вещество, которое называется гумус. И вот этот гумус, он при высоких температурах, он выгорает. Особенно если травостой густой был, то, естественно, верхняя часть почвы, а там же и остатки корней. И сейчас же очень сухо, мы же понимаем, что я думаю, что сантиметров на пять точно вот эта часть останется без гумуса, без органики. Зола останется, но зола – это у нас что? Это фосфор и калий, да? А то, что касается азота, то, что нужно для растения, для активного роста, оно, собственно говоря, улетает, трава-то отрастает. Но что мы теряем? Ну, начнем с того, что птицы гнездятся. И многие гнездятся на земле и на деревьях. И вот гнезда птиц, ну, если даже сами взрослые птицы улетели, то потомства уже не будет. То есть гнезда сгорают. Это первое. Во-вторых, гибнет масса насекомых. Насекомые-опылители, насекомые, которые питаются там частями растений. В природе ведь все связано. Масса жуков, то есть тех, которые обитают и в подстилке, и в почве. То есть вот животное население гибнет почти полностью. Вот если мать сидит на гнезде, конечно, она никуда не улетит. Понимаете? Если уже она отложила яйца, она будет гореть. Это же мать. Она никуда не денется. Ну, вот в интернете ходят фотографии обгорелых ежей. Ежи тоже, у него скорость перемещения ежа, если, я думаю, что многие видели. Они тоже медленные животные. Вот представим себе. То, что обитает насекомых очень много. Вот на одном метре квадратных, мелких совершенно насекомых, которых мы даже не знаем, вот обитает десятки тысяч. Понимаете? На одном квадратном метре. Они же маленькие. Есть почвенные клещи. Они мизерные, маленьких размеров. Это не такие, они микроскопические. То есть, на самом деле, вот эта вся биота почвенная, считайте, она погибла. Какая-то часть, положим, там десятки, сотни, обитает уже в травяном ярусе. Их поменьше, потому что в основном почве. В травяном они тоже все погибнут. Ну, может быть, одна-две ящерицы попадут. Ну, пусть даже одна. Понимаете? То есть, плотность уменьшается. Вот этих животных, они же безвозвратно погибают. Не говоря о том, что растения. Ну, вот надземные части растений, конечно, они, в общем, практически все сгорают. Практически полностью выгорает то, что касается подростка, молодых деревьев. Семена погибают. Ну, есть страны, где пожары регулярны. Можно вспомнить Австралию. Есть некоторые виды сосен, которые постоянно подвергаются те территории, где постоянно происходят пожары. И у них семена во время вот этого пожара, они растрескиваются и из шишек выпадают. Но это мы же не Австралия. Это проходит тысячелетие. И причем десятки тысяч лет проходит. И только тогда, ну, как бы растения и животные приспосабливаются. Поэтому у нас нет такого, точно не произойдет. То, что происходит каждый день, к сожалению, у нас население не совсем серьезно подходит к вопросам, к данному. Были мачки и праздники, они все выходят на отдых, жарят шашлыки. Это основная причина, человеческий фактор. Граждане нашего края, даже несмотря на то, что действует особый противожарный режим, где запрещено сжигать мусор, запрещено разводить костры, они все равно продолжают это делать. Погода сухая, ветреная, не контролируют костры, что приводит к таким случаям довольно серьезным. Вся беда в том, что сейчас плотность населения возросла, и количество воздействий, будем говорить, негативных, типа выброшенные сигареты, непотушенный костер, шашлыки и так далее, вот количество в этих выездах, оно увеличилось. И в соответствии с этим, я думаю, что количество пожаров увеличилось. И площади возгорания в целом, потому что я вот не помню такого, чтобы так горели леса. Дунет ветер, а у нас ветра, знаете, ведь сами знаете, какие бывают очень сильные. Ну, 15-20 – это у нас обычный ветер, да, как бы средний. А бывают порывы там 25-30 метров в секунду. Куда-то унесло эту веточку и пошел полыхать пожар. Вот, поэтому это вот самое главное. Ну, а как восстанавливать? Ну, участвовать в этих программах, потому что лесники часто предлагают, и регулярно, собственно говоря, желающим могут съездить и принять участие в восстановлении лесов, посадить. Ну, опять же, мы посадили, а если лето сухое, то не все, ведь далеко не все растения приживутся. Я имею в виду древесные растения. Ну, человек сажает сосну, вот, ну, я не знаю, 3-4-летнюю. Ну, это очень маленькая сосна, ну, вот, ну, где-то вот такая. Ну, вот представьте себе, а дерево должно вырасти, ну, хотя бы до 60 лет. То есть вот она примерно, вот, 60-летняя сосна примерно 20-25 метров. И 60 лет только должно пройти всего лишь. То есть жизнь человеческая пройдет, и только тогда следующее поколение увидит лес. То есть это же огромное время должно пройти. В Алтайском крае за сутки 11 мая никто не умер от коронавируса. Впервые за долгое время, если учесть, что пандемия уже растянулась на два с лишним года. Первые потери от ковида в регионе начались 24 апреля 2020-го. В этот день умер 57-летний житель села Логовское Первомайского района. Сообщалось, что мужчина находился на гемодиализе, что осложняло течение болезни. Позже, как мы помним, из жизни начали уходить даже молодые люди, и зачастую относительно здоровые. Алтайский край помнит переполненные морги и работу врачей красной зоны. Меньше умирают и меньше болеют. Поэтому на Алтае стали закрывать отделение для больных ковидом. По крайней мере, сейчас эпидобстановка это позволяет. В связи с чем, в больницах края стали открывать отделение плановой помощи. София Яценко продолжит. Ставь руки на пояс. Вдох, выдох. От терапевтического до неврологического. В больнице Алтайского края постепенно возвращается плановая помощь в прежнем доковидном объеме. За период пандемии основной упор врачам пришлось делать на лечение больных коронавирусом. Но в связи с улучшением эпидобстановки, отделения, в которых до этого была красная зона, вернули под лечение соматических заболеваний. В настоящий момент мы находимся на спаде пандемическом. И койки свободные в инфекционном отделении есть. В любой момент в течение двух суток мы готовы развернуться. При эпидемическом подъеме развернуться, снова оказывать помощь. В здании рассчитано приблизительно на 360-4 с такой для лечения взрослых больных новой коронавирусной инфекцией. А пока самые востребованные отделения по краю – болезни, системы кровообращения, онкологии и травмы. Эти койки разворачивают на месте ковидных госпиталей. А пока эта местная красная зона небольшая, всего 25 пациентов. И все со штаммом омикрон, который переносится гораздо легче других. В феврале у нас в кабинете неотложной помощи обращалось в день больше 400 человек. И заниматься плановой работой, обычной, ну это было практически нереально, невозможно. Сейчас, слава богу, мы вышли уже на плановую работу, начиная с апреля месяца, апрель, май сейчас. И мы начинаем вызывать людей на диспансерное наблюдение. На сегодня это обычный плановый вопрос, когда есть заболеваемость, койки разворачиваются по приказу Минздрава. Нет такой заболеваемости. У нас получается высокий удельный вес свободного коечного фонда, значит, коечки сокращаются. Соответственно, кадры, они возвращаются на свою обычную работу по своей основной специальности. К слову, специалисты в области эпидемиологии не исключают очередной волны ковида ближе к началу лета. Но пока ситуация стабилизировалась, все же есть возможность оказывать экстренную и плановую помощь нуждающимся в полном объеме. София Иценко, Андрей Печоркин, День с толком. На этой неделе в стране отмечали 77-ю годовщину со дня победы в Великой Отечественной. Впервые за два года отмечали масштабно. Только в бессмертном полку прошли более 52 тысяч барнаульцев. О том, как прошел праздник, расскажем далее. У площади Советов тысячи зрителей. Торжественным маршем проходят юная армия, кадеты, курсанты БЮИ, офицеры космических войск, спасатели и другие участники парада. Особая его часть пока с военной техникой, которая до сих пор в строю. Отец мой погиб под Харьковом в 1942 году. Был призван погиб. Каждый год хожу на трибуны в дань уважения, так сказать. Два года из-за пандемии не было возможности почтить память родственников не дома, а с портретами в бессмертном полку. Пандемия отступила и в 2022-м потоку людей не было конца. Это мой папа, который прошел всю войну и умер. Мы помним о нем всегда. Я хожу, хотя мне уже восьмой десяток, но я иду и радуюсь. Когда не было два года этого, то я очень страдала. Вот мой отец. Он с 38-го года в армии по возрасту и вернулся только в ноябре 1945-го. Как не прийти? С песнями, гармонию, наравне с живыми в единой колонии шагали ушедшие. В этом году в бессмертный полк встало 52 тысячи барнаульцев. Километры памяти. Многие участники сами подходили к камере, чтобы край увидел их героев. Был ранен. И женщина одна его как бы спрятала. Спрятала от фашистов. И он, тяжелое ранение было, и он умер там у нее. И она его похоронила у себя в огороде. И вот мы его искали, и все это время он был там захоронен. Мы его никто не видели, не знаем даже. Вернулся на площадь советов и традиционный забег «Кольцо Победы». Дистанция для детей и спортсменов на колясках – 1,2 километра, для взрослых – 10. Время финиша для большинства участников забега совсем не главное. У меня отец три войны прошел просто в его честь. То есть у меня результат абсолютно не очень рад. Особенно радует, что сколько много ребятишек сегодня бежали. Просто здорово. Ну и ветераны как могут еще укрепляют боевую дух, показывают, что можно бегать, жить активно. Масштабные празднования прошли во всех районах Барнаула. Погода была ясная и солнечная. Все надеются, что ничего больше не помешает и 9 мая с 22 года будут отмечать, как и раньше, каждый год. Татьяна Голубева, День с толком. Кстати, подробнее познакомиться с историей Великой Отечественной и бытом в тылу во время войны можно в Родинском районе в Музее Дух Времени. На протяжении 15 лет житель села Шаталовка Сергей Ганжа собирал экспонаты 40-х годов 20-го века и других эпох. И своими силами собрал целый музей экспонатов, в котором уже больше тысячи. Подробностью Валентина Аскеровой. Вот с одного стакана пили, никто не болел. Автомат с газированной водой, умывальник Мойдодыр, купюры и утварь из прошлого, советская эпоха. Под одной крышей уживается с Демидовской. На месте имени Казанского божьего монастыря в городе Барнауле 1800-е годы конец. В приземленных работах нашли, ну, отшлифовали ее, хотели продать. Ну, охранник, он как бы знает меня и мою деятельность, в них забрал и переправил на нее. Сергей Ганжа – идейный вдохновитель, основатель музея, рассказывает, коллекционировать предметы начал 15 лет назад. Первым экспонатом в его многотысячной армии предметов стал крошечный значок. Пионерский значок 47-го года. Начал собирать. Вот это пионерия. Ну, их вообще много, там даже до Сочи. С каждым годом экспонатов только прибавляется. Кто-то дарит, что-то обменивает и выкупает за собственные деньги. Есть в музее Сергея комната боевой славы, посвященная военной тематике. Труженикам тыла и ветеранам Великой Отечественной войны. Поэтому выставочному залу коллекционер учит детей истории. В планах у Сергея коллекционировать не только вещи, но и самих коллекционеров. Его мечта – подыскать подходящее помещение, где смогут представить свои экспонаты сразу 5-10 коллекционеров. Кстати, музей Сергея Ивановича не ограничивается четырьмя стенами. Вся территория возле тоже музей. Только под открытым небом все уличные экспонаты, к слову, своими руками сделал сам коллекционер. Вот Санчо Панчо, Дон Кихот Ломанческий охраняют покой нашего музея. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Ему говорят спасибо, едва ли не каждый день. Его поздравляют с 23 февраля и дарят подарки. А еще просят не покидать свое место работы хотя бы в ближайшие годы. Такие теплые чувства жители двух барнаульских домов испытывают к местному дворнику. Сергей Виттенберг людям отвечает взаимностью. С заслуженным дворником района познакомилась и наша съемочная группа. Если вот так оставить игрушки, то их обязательно расколют. В 6 часов утра первым трамваем из центра города Сергей приезжает в микрорайон Матрешки. Рабочий день бывшего инженера длится до 4, а порой и 5 часов. Работа сложная, но 82-летнему мужчине, а дедуля его и не назовешь, выбирать свое время не пришлось. Кредиты, взятые внуками, выплачивали они с супругой. Теперь все, что я знаю и все мои знания в этом мире уже не требуется. Кроме дворника, места мне было не найти. Я когда устроился сюда, с большой радостью ходил. Не потому, что там работа грязная, а потому, что просто работаешь. К слову сказать, двор здесь красивый и невероятно чистый. Жильцы говорят, благодаря Сергею. А он старается помнить только хорошее, хотя неприятные и рабочие моменты все же случаются. Бросают окурки, обрывки бумаги, фантики дети, ну, в общем, стаканчики. Ну, по чему только не бросают. А из окон бросают все, начиная от завтрака. Да ладно? Точно, что хотите. И пельмени бросают. Сегодня здесь бросили, завтра там бросили. На вас не попадало хоть? Нет, на меня нет, а вот на мою коллегу чуть не сбросили. Кто-то там, это самое, оправился в пакет и бросили, и мимо нее чуть-чуть не попали. Но приятных моментов гораздо больше. Люди здороваются, благодарят. Инициативная группа, а жители здесь очень дружные, даже дарят подарки. С праздником вас. Здравствуйте, здравствуйте. С праздником вас. Так, это видеоотчет для всех жителей, матрешек. У нас сейчас такая традиция, 23 февраля всегда ему собирать как премия. Ну, зарплата, сами знаете, дворника маленькая. Он как раз-крас в этот день заболел. Мы съездили к нему и в дом, где он там живет, и привезли ему деньги. Все его знают, очень благодарный, общительный человек и приятный. Но главная заслуга Сергея, конечно, чистый двор. И в снег, и в слякоть он всегда на месте. Никакие ветра, а двор со всех сторон продувается, не заставят мужчину оставить работу. Дрожит и отношениями с людьми. Никаких сюрпризов не ждал. Это первый раз случилось в позапрошлом году. Это было, конечно, очень приятно. Главное, не потому, что там подарок, не потому, что деньги собрали, а потому, что люди ценят. И ценят работу, и чувствуется, что ты не зря работаешь. Твоим людям нужна эта работа. Сергей поделился, что сейчас в семье с деньгами стало полегче. Уже, по идее, можно задуматься и об уходе с работы. Но пока увольняться не хочет. Говорит, всю жизнь работал и не представляет свою жизнь иначе. Так что переживать за чистоту во дворе жильцам микрорайона в ближайшее время не придется. Да и дружба просто так закончиться не может. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Телефон наш редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok